В своих видеоблогах я регулярно показываю, как живут люди в захваченных Россией городах Донбасса, которые Россия освободила от газа, света, воды и от цивилизации вообще. Обычно я просто цитирую репортажи российских блогеров и российских СМИ, и везде там одна и та же практически картина. Города разрушены и брошены, практически никакого строительства не ведется, люди живут в каких-то развалинах, на руинах своих домов, в подвалах, в гаражах, без электричества, без отопления, мерзнут, греются дровами и готовят еду на кострах. Ура, холодушки у нас. Ни воды, ни света, ни газа, ничего. Тяжело, свету нет уже, пусть липла. Зиму перезамывали, постель вся сгнила, все на полуша было погнило, сырость сумасшедшая была, вот так живем, выживаем, доживаем. Да что, никак, ни работы, ни света, ни газа, ни жизни. Никто не дает этим людям жилье, никто их никуда не переселяет, люди эти брошены на произвол судьбы, люди эти никому не нужны, и это не мои слова, а это то, что сами же эти люди рассказывают на камеру. Никто не обращает внимание на нас. На подконтрольных Украине территориях, которые пострадали от боевых действий, тоже есть люди, которые потеряли жилье из-за российских обстрелов. Но этих людей не бросили, этим людям на помощь сразу же практически пришли европейские партнеры Украины, и в особенности Польша, которая помогла этим людям, и которая построила в Украине сразу несколько специальных таких модульных городков для переселенцев, утративших свое жилье. Такие городки установили во Львове, в нескольких местах под Киевом, например, в Бучае, в Бородянке, которые сильно пострадали от обстрелов. И в таких модульных городках сегодня уже живут на самом деле тысячи украинцев из разных регионов, пострадавших от российской агрессии. Да, это временное, дешевое, не очень просторное жилье, прямо скажем, да, но там есть электричество, отопление, вода, интернет. То есть люди находятся, пускай там, в стесненных, но в нормальных условиях, по крайней мере в тепле. Их не кинули жить в подвалах или в каких-то полуразваленных домах, где нет электричества по два года, да, где мебель гниет от сырости. Их не оставили на улице. Им достаточно быстро дали хотя бы, ну, какое-то жилье на первое время. Причем сделала это не самая богатая страна Европы. Ну, а Польша, да, у которой бывают, ну, как бы, может, не совсем гладкие отношения с Украиной, но поляки не оставили людей в беде и, посмотрите, помогли конкретным людям конкретными делами. Могла ли Россия с ее миллиардными доходами от продажи нефти, газа, леса, алмазов построить за полтора года, да, не за месяц, а за полтора года вот такие модульные городки для несчастных жителей Донбасса, вот этих, которые живут там без света, без газа, в развалинах, да легко могла. У России миллиарды долларов, заработанных на продаже сырья, для нее это не деньги и ничего технически сложного в этом тоже нет. Россия могла бы построить где-то под Луганском, да, ну, где-то в тылу, где есть хотя бы там свет, газ и вода, могла бы построить такие же модульные городки для жителей Донбасса, но на Донбассе нет таких модульных городков, их не существует. Почему? Потому что России плевать на людей, вот просто ей плевать, да, ей на своих россиян плевать, а на украинцев из Донбасса плевать тем более. Россия ничего для них делать не собирается, для нее это вообще не люди. Вот понимаете, европейцам не плевать на людей, европейцы, вот Польша, да, даже не для своих граждан, а для украинцев, то есть соседнее государство, передает эти модульные городки, что-то строит, просто потому что не плевать на людей. А России плевать на людей, которых она на словах любит, защищает, но ничего для них не делает, и они второй год живут в этих руинах просто как какие-то звери. И вот это на самом деле ярчайший пример, который показывает нам отличие цивилизации, русского мира от Европы. Почему украинцы хотят в Европу? Вот русские до сих пор не могут понять. Они спрашивают, да что украинцы так в эту Европу хотят, почему для них это так важно, они даже воюют за это, что вам там надо? Европейские ценности, это что, защита ЛГБТ? И они не понимают, что европейские ценности, это не про защиту меньшинств. Прежде всего, европейские ценности, это когда человек важен. Представляете, просто элементарно, человек важен, это простейшая очевидная идея. То есть, для европейцев человек важен. Важна человеческая жизнь, европейцы готовы помогать конкретному человеку. Для России, для совка, для русского мира человек не важен. России плевать. Ты жил там два года без света, без воды, где-то в разваленном гараже. Да плевать на тебя, живи хоть три года, хоть четыре, хоть пять. Тебе никто не будет помогать, ты никому не интересен. В России там потратят деньги на яхту для олигарха, на дворец для Путина. Но конкретному маленькому человеку не помогут. И вот почему украинцы выбирают Европу. Потому что там человек важен, а в России человек не важен. Жизнь ничего не стоит. Посмотрите на Польшу. Это государство Восточной Европы. Это не богатая страна. Это не США, не Британия, не Швейцария, даже не Бельгия. У Польши нет газа, нет нефти. То есть Польша не обладает какими-то миллиардными деньгами, миллиардными запасами. Но Польша берет и за свои деньги покупает для жителей соседнего государства. И делает эти модульные городки, чтобы помочь людям. А Россия, которая имеет колоссальные ресурсы, огромные миллиардные накопления, может помочь своим людям, которых она говорит, это наш, это русскоязычный, мы их защищаем. Может построить модульные городки. Но не строят. Потому что для нее это люди, это мусор, пшик. То есть ничего не стоит. И это же конкретный факт. Я ничего не придумал, я вам просто показал, как есть на конкретных примерах. Но эти примеры четко показывают пропасть между Россией и Европой. И почему всякий нормальный человек, конечно же, выберет Европу. И никогда не выберет русский мир. Потому что в русском мире не навидят людей. Это очевидно, понятно. Это подтверждено конкретными фактами. Люди здесь говорят, вы нас освободили. Некто, я слышал тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов? От наших зарплат? От нашей жизни? От государства устранилось просто-напросто, да? Сказалось, что освободила территорию. Но не обеспечил ничего. Вот сейчас местные жители говорят, нам бы электричество. Вот эти модульные домики, это на самом деле только часть той помощи, которую Польша оказывала украинским беженцам. Есть еще и другая помощь. Это и транспорт, это и жилье для беженцев самой Польши. Есть много других проектов в Украине. Я просто не буду сейчас обо всем этом тут рассказывать, потому что просто не хватит времени. Но проектов на самом деле много. О них пишет Варшал Интерпрайз Инститют. И я оставлю сейчас в описании к этому видео линк, где можно подробно почитать обо всех этих проектах и на самом деле посмотреть, да, что Польша сделала для украинских беженцев с востока Украины. И сравнить с тем, что сделала, да, в кавычках, для них Россия и что этим людям принес русский мир. Посмотрите и подписывайтесь на канал.